Приветствую вас дорогие друзья! Наконец-то началось открытое бета-тестирование Zelda Scrolls Legends и теперь все игроки могут делиться своими впечатлениями без страха нарушить пользовательское соглашение. Раньше, видимо, из-за обилия технических проблем они были лишены такой возможности. У меня, например, игра два раза намертво вешала систему. Своеобразное достижение, учитывая, что это не удавалось еще ни одной программе. У друга она сразу уваливается в черный экран, что весьма странно для проекта с такой простой графикой. Ну да, оставим частности, со временем проблемы будут решены, со временем, когда оно наступит, но перейдем, собственно, к легендам. Что это такое? Первое знакомство с коллекционной карточной игрой от Bethesda вызывает невольную улыбку. Создатели не стали мудрить и незатейливо скопировали основные элементы популярнейшего проекта Blizzard Headstone Heroes of Warcraft. Касается это, к счастью, не игровой механики, весьма убедительной, глубокой, изобретательной. Видно, что идеи авторы черпали поварешками из Magic the Gathering. А вот интерфейс, структуру игровых режимов, испытания, награды и распыления ненужных карт ради покупки недостающих все взяли из детища Blizzard. Плюс игра ориентируется на аналогичные платформы. Помимо PC, выход легенд планировал, на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Как и почти всякая коллекционная карточная игра, Legends предназначена для дуэлей двух игроков, каждый из которых собирает свою колоду из доступных карт. Карты символизируют разнообразные заклинания, и они случайным образом выпадают из бустеров. Их можно покупать или за внутриигровое золото, или за живые деньги. Если нужна конкретная карта, то ее можно создать, потратив специальный ресурс – камни душ. Они добываются при разрушении ненужных или лишних карт. Стартует Legends нестандартно для игр подобного плана. Вам предлагают выбрать героя определенной расы и внешности. В отличии от Headstone, здесь герой может пользоваться любыми картами без ограничений, но его раса влияет на то, какой тип ему будет попадаться чаще. Высшие эльфы с большей вероятностью будут получать магические карты, имперцы – существ, орки себе подобных, усиливающих друг друга зеленокожих, радгарцы – оружие, ну и так далее. Великолепная на самом деле идея, которая делает процесс собирательства карт для колоды чуть-чуть более предсказуемым. Всего в игре 10 раз знакомых нам пролевым играм серии Zelda Scrolls. Героя потом можно поменять, так что не бойтесь делать выбор. Судя по предоставленному в бета-версии контенту, Bethesda делает ставку не только на дуэли между игроками. Два значительных блока игры – история и арена – предназначены для одиночных сражений против ИИ, искусственного интеллекта. Компания повествует нам историю, как это принято в серии Zelda Scrolls – беглого заключенного, который проходит через многочисленные испытания, сражается с волками, пауками, зомби-бандитами, чернокнижниками ради спасения Императора и Империи. Сюжет незателив и подается в виде озвученного рассказа на фоне статичных картинок. Впрочем, есть в ней своя прелесть, поскольку через нее, проходя битва за битвой, мы получаем доступ к новым картам и колодам. А еще в компании нас периодически заставляют делать моральный выбор формата «казнить нельзя помиловать». Запятую поставьте сами. Выбор тяжелый, поскольку в награду достается одна из двух весьма сильных карт. Помимо этого, история знакомит нас с одной из самых интересных особенностей Legends – игровым полем. В отличие от большинства других коллекционных карточных игр, игровое поле здесь делится на две ровные половины – правую и левую. Их называют линиями. Существа на разных линиях не могут атаковать друг друга. Многие способности действуют только в рамках одной линии, однако есть и глобальные заклинания. Из-за этого, каких бы сильных существ вы не выставили с одной стороны, какими бы непробиваемыми щитами их не обложили, на другой половине игрового поля, существа противников будут идти в атаку, ничего не опасаясь, прямо в лоб вашему герою. Помимо этого, на разных половинах поля могут быть установлены разные правила. В компании не раз предстоит удивиться этой особенностью Legends. Битва на корабле сопровождается постоянными перебежками карт с одной линии на другой и закачки. В таверне во время драки летают бутылки, падающие на призванных существ. В лесу противники появляются незаметно, поэтому выложенные на стол существа скрыты. Их нельзя атаковать, пока они не проявят себя. Впрочем, как бы создатели не изгалялись компании, в мультиплеере к линиям привязаны вполне определенные правила. На левой – нормальные условия. На правой признанные существа в течение одного хода находятся в скрытом режиме, то есть их нельзя атаковать. Но важно отметить, в отличие от Ходстоун, затаившиеся существа могут быть целью магических атак. На этом интересности не заканчиваются. У каждого героя в начале боя 30 жизней и 5 рун. Руна слетает автоматически, стоит только потерять 5 жизней, после чего игрок мгновенно получает верхнюю карту из колоды в свою руку. После того, если данная карта обладает свойством пророчества, то ее можно сразу разыграть, сломав тем самым на корню хорошо просчитанную атаку противника. Перед началом партии случай решает, кто из игроков ходит первым. Кому не повезло, получает не еще одну карту в руки, а возможность 3 раза, не за один ход, получить одну лишнюю ману для активации нужной карты. Серьезное преимущество на самом деле. Что касается игровых колод, то в процессах создания крайне интересен. Как уже упоминалось, героев, как в Ходстоун, с привязкой их к определенным картам, здесь нет. Зато есть 5 разноцветных стихий, как в Magic the Gathering. Называются они согласно терминологии Zelda Scrolls. Сила, интеллект, воля, ловкость, выносливость, но сути это не меняет. Помимо этого, есть бесцветные карты, которые можно затасовать в любую колоду, и двухцветные. Они подходят для строительства колод двух определенных цветов. В Legends можно создавать одна и двухцветные колоды. В колоде может быть 50 карт, не более трех копий каждый. Подобное изобилие делает битвы куда более непредсказуемыми, чем даже в Magic the Gathering. Там в одной колоде может быть 60 карт, но где-то треть из них занимают земли, вырабатывающие ману. А мана, напомню, необходима для активации карт заклинаний. В Legends запас маны копится автоматически, увеличиваясь на один каждый ход без видимых ограничений. А уж какие тут можно собирать колоды? Здесь в порядке вещей встречаются существа, убивающие противника с одного удара, сколько бы здоровья у него не было. Некоторые умеют полностью регенерировать здоровье, другие восполняют жизнь героя, третьи парализуют жертв, четвертые вызывают атаки на себя, пятые обладают щитом, полностью поглощающим полученный урон. Встречаются монстры, пробивающие защиту, то есть тихий удар приходится не только на атакованное существо, все что сверху ходит во вражеского героя. Авторы молодцы, они позаботились о том, чтобы наделить каждую стихию, цвет, своим уникальным характером. Чем больше карт получаем, тем сильнее кружится голова от возможностей. Выпадают существа со множеством неожиданных свойств, заклинания сумасшедшие силы, оружие для героя, заклинания как временного, так и постоянного действия. То есть, сыграв специальную карту, усиливающую дружественных существ, она будет усиливать не только уже вызванных, но и всех последующих. Само собой, на каждое оглушительное своемощью действие есть дешевое противодействие. Заклинания противника можно уничтожить, легендарное существо убить, а наложенные бонусы украсть. Конечно, сложно судить о балансе до проведения массовых турниров по игре. Legends еще находится на ранней стадии своего развития, но видно, что авторы делают ставку на быстрые агрессивные сражения, где победитель определяется задолго до десятого хода. Помимо истории, игра предлагает сражения на аренах против искусственного интеллекта. В этом режиме надо составить колоду из 30 случайных карт, выбирая их последовательно раз за разом из трех вариантов. Здесь надо победить 9 противников, включая финального босса. Причем в этом режиме к линиям могут привязываться разные правила, а босс получает серьезное преимущество. На прохождение арены дается три попытки, чем больше продержишься, тем выше награда. В режиме тренировка необходимо проверять собранные колоды на прочность. В мультиплеере предсказуемо сражаемся против других игроков. А вот режим Versus Arena, где в качестве соперников выступают люди, а не искусственный интеллект, пока закрыт. Чтобы зарабатывать золото для покупки бустеров и камни-душ для создания избранных карт, необходимо проходить ежедневные испытания. А вот билет на арену стоит реальных денег и никак иначе его добыть нельзя. Пока, по крайней мере. Что касается графики. Карточный стол нарисован скучно. Это простой рисунок без сюрпризов, только руны загораются, если кликать по нему указателем. Однако, что касается самих карт, то здесь художника можно только аплодировать. Рисунки существа заклинаний очень красивые и гармоничные. В мрачном стиле The Elder Scrolls с таком подреализм. Несмотря на то, что Legends сейчас пребывает в состоянии беты, уже можно сделать вывод. Игра удалась. И на сегодняшний день это сильнейший конкурент Headstone, выгодно отличающийся разнообразием возможностей и уникальными особенностями игровой механики, более серьезным визуальным стилем. Из личных претензий можно отметить лишь дизайн игрового стола. Ну, скучен он. И копирование интерфейса Headstone. Ну, могли хотя бы попытаться что-то свое придумать. Что касается остального, то сравнивать оба проекта смысла нет, уж слишком они разные. Игра от Blizzard подкупает простотой, позитивом и яркими красками, а Bethesda в качестве ориентиров взяла Magic the Gathering с ее бесконечным количеством таксик и хитровыдуманными особенностями. Таково было мнение об игре The Elder Scrolls Legends. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok